Вода, играть и жить помогает. Орленок не первый год становится тренировочной базой для перспективных фатерполистов России. 7 по 19 октября отвечающий олимпийским стандартам бассейн детского центра в распоряжении молодежной женской сборной России по водному полу. Наталья Садовская заглянула к ним на занятия. На две недели бассейн Орленка собрал перспективных фатерполисток России для усиленных тренировок. 20 спортсменок 98-го 2000-го годов рождения из известных клубов Москвы, Златоуста, Кириша и Ханты-Мансийска впервые собрались вместе для подготовки к чемпионату Европы. Все девушки – призеры и победители чемпионатов мира, Европы и России. Многие из них занимаются водным полом с детства. Екатерина Малинина начала интересоваться этим видом спорта лишь 4 года назад. Но за это время успела стать призером, победителем многих соревнований и спартакиад. Считает, что останавливаться на достигнутом нельзя. Нужно всегда идти и плыть только вперед. Я все делаю, чтобы показать тренерам, чтобы я могу и я совершенствую себя. На каждой тренировке смотрю на девочек, как они делают, и подмечаю то, что мне нравится, и это к себе принимаю. Главные задачи тренировок – совершенствование техники плавания, владения мячом, тактика, теоретическая подготовка и непосредственные игры. По 5-6 часов в день спортсменки выполняют многочисленные упражнения на суше и в воде. Основные – это броски и ловля мяча, преодоление средних и длинных дистанций. За один тренировочный день девушки проплывают до 7 километров. Без сомнений, для них это серьезная физическая и психологическая нагрузка. Но опытные тренеры знают, как сохранить душевное равновесие своих подопечных. С девочками надо, ну, кнутом и пряников побольше, кнут чуть-чуть. Ну, иногда можно запускать им кнутик, когда они совсем расслабляются. А в основном всегда все душевный разговор, все до девочек надо доводить, кричать на них бесполезно. Они начинают обижаться и ничего не будут делать. Они будут как будто что-то делать, но стараться не будут. Они должны так делать, чтобы понравиться тренеру, чтобы тренер не ругался, не обижался и был всегда веселый. На этом сборе с девушками работают чемпионы мира, Европы и России, призеры и участники Олимпийских игр. Андрей Белофастов – главный тренер, в основном обучает центральных нападающих. Старший тренер Александр Федосеев – подвижный защитников. А Константин Чернов работает с вратарями. Этот год очень насыщенный. Чемпионат мира по водному полу в Казани, где национальная сборная будет участвовать. Мировая лига у клубных команд в этом году. Кубок России мы сыграли, сейчас начинается чемпионат России и еще Еврокубки. То есть время для проведения сборов таких, оно… нету времени вообще. То есть у нас туры, сборы со сборной национальной. Молодежной удалось этот сбор сделать первый. Надеемся, еще, может быть, два микросбора проведем по четыре дня. И потом только по качанию чемпионата России, который заканчивается в мае, у нас будет большой базовый сбор. В конце сборов в Этерполиске обязаны выполнить установленные нормативы. Вратарям необходимо на скорость преодолеть дистанцию в 100 метров брасом, полевым игрокам – 200 метров кролем. А также сдать общий норматив в метании мяча на дальность. По итогам лучших результатов только 15 спортсменок станут членами молодежной женской сборной России по водному полу. Именно они будут защищать честь страны на чемпионате Европы, который состоится в Азербайджане в июне 2015 года.